Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Когда вы говорите, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. Но люди, по-на-уре, не могут ничего. Я еще раз я уверен, что я готова. Сейчас, если мы сейчас, когда мы говорим, о. 9.20, давайте сзади на дисбатери. Давайте, если все есть. Я уверен, что мы в жизни не будем. Давайте, не будем. Давайте, давайте поговорим. Субтитры сделал Dplay. Продолжение следует... 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 Реновая спиталов. Мы у нас есть 500 миллионов рублей в индукции. И учитывайте, плюс 2 миллиарды рублей на дорогу. 1 миллиарда рублей на пенсионеры. Суplimentарь, в африке, что у нас были предпределы. Существует уже 3 миллиарды рублей. Пусть 1 миллиарда рублей на медицин. Это 4 миллиарды рублей. 500 миллионов рублей в индукции. Это 4 миллиарды, половина рублей. Впрощая миллиарда рублей на agricуль. Впрощая миллиарда рублей. Суplimentарь, в кондиции, когда опозиция не облакала кредит русский. В кондиции, когда экономия скачет в первые 6 месяцев, в первые 6 месяцев, в последние 7% скачет PIB-у. Продолжение в интервью brut. Мы у нас есть возможность пести 5-6 миллиарды рублей, суplimentарь, скачет в экономию, фастре, что у нас было планировано. Продолжение следует... 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 Но очень конкретные, которые, по 1 июля, 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 по 2 июля. Поэтому мы будем думать очень хорошо, что мы делаем, и как мы даем выбор на 15 июля. Следующая вопрос. Почему мы начинаем выборе, по поводу этого вопроса, что происходит с нами? Я хочу, по-моему, попросу, по-моему, по-моему, в мапе мне, потому что мы делаем эту талию. Как мы делаем? В моих мапах, мы у нас там все все делают. Я не думаю, что мапа мая Сандру, может быть там, но и по-моему, у Усата, у Иванова, у Настаса. Я в Мапу все эти платформы электроэнергии. Я изучаю все эти платформы электроэнергии. В этом случае есть какая-то отличная отличность? Существуют три большие отличные. Три блоки, без того, что я в детали. Первое, очень важно. Продолжение следует... 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 Избирательная кампания – это нескончаемый поток нападок на Игоря Додона. Как вы все это выдерживаете? Продолжение следует... 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 Моя позиция общеизвестная. Я против возвращения к системе жудецов или уездов. То, что делали в конце 90-х, так называемый премьер Галош, так его назвали, я виноват. Так его в народе назвали, это стур за его, который сейчас является советником УМА и САД, большим поклонником. Они тогда ликвидировали все районы и перешли к жудецам, к уездам. Я категорически против этого. Я вам обещаю, столько времени, сколько я буду президентом страны, ликвидации районов и маленьких примарий не будет. Потому что это неправильно. Вообще вопрос ликвидации это все к мае, она все ликвидирует. Школы закрывают, больницы хотят закрыть, районы сейчас хочет закрыть. Я обещаю, что я этого не допущу. Это касается и Бессарабки, и Тараклии, и других маленьких районов. А как, что делать жителям Бессарабки, если закроют районы? В Чемишлию идти ехать? Или в Камрад? За несколько десятков километров. Кстати, они этот процесс начали, помните, закрывали вашу больницу Бессарабки. Четыре года назад мне удалось, три с половиной года назад, мне удалось эту больницу спасти. Даже нашел средства, мы купили там белье, купили ремонт сделали, мебель купили в этой больнице. Потому что со стороны правительства никакой помощи не было. Поэтому я обещаю, что эта реформа не пройдет. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Я из города Бельцы. Я, можно сказать, представляю молодежь нашего города. Хотел бы узнать, что было сделано в нашем городе за период вашего управления, и какие у вас планы на наш родной город? Спасибо большое за вопрос. Знаете, неважно, кто является руководителем того или другого города. Я знаю отношение вашего мэра, Бельц, ко мне, к нашей команде, к моей команде. Но мы можем уважать или не уважать одного человека. Но мы должны уважать обязательно и делать все возможное, чтобы помочь всем гражданам Республики Маду. Да, вы выбрали своего мэра, это ваше решение. Я не буду критиковать, не буду давать оценки. Вы дадите эмоции за то, что он вас сейчас предал и так далее. Вы дадите эмоции за то, что он пошел за врагов и агитировать за врагов в этой избирательной кампании. Это его личный интерес. Но это не поможет. Знаете, вот если бы я сейчас сказал бы моим сторонникам голосовать за Киртока, они бы меня не поддержали. Они бы сказали, слушай, что это такое. Я думаю, что то же самое произойдет и в этом случае, когда Усатый сказал голосовать за Майю Сандо. Это еще аукнется. Но это ваш выбор, вы его избрали. Я думаю, что вы сейчас сделаете правильный выбор на выборах 15 ноября. Посмотрите, есть много примеров, что мы успели сделать. Но я приведу только один пример. В конце марта, в начале апреля я был в Бельце. У меня была рабочая поездка. Я предложил встретиться с руководством города, в муниципе. Я видел, как там они повели себя. Но несмотря на это, я убедил правительство, это моя инициатива для того, чтобы выделить 25 миллионов лей в этом году, в очень тяжелом году, на ремонт дорог в Бельцах. Никогда такого не было за последние 15 лет. А по моей инициативе мы выделили 25 миллионов лей для ремонта дорог в Бельцах. 25, плюс дорожный фонд 17 миллионов, это 32-33 миллиона. И плюс еще Минфин дал согласие на получение кредита 60 миллионов лей для Бельца. Это почти 100 миллионов лей. На ремонт дороги в Бельцах. Посмотрите, мы 100 миллионов дали Кишиневу, примару Ване Чубану. Вы видите разницу? А я разницу вижу. Поэтому мы помогали и будем помогать всем гражданам Республики Молдова. И не важно, кто там мэр, кто там руководитель. Потому что это наши граждане. А в Бельцах, вот я привел один пример, таких примеров много. Мы сделаем все возможное, чтобы и в Бельцах ситуация улучшилась. Спасибо большое за вопрос. Здравствуйте, уважаемый Игорь Николаевич. Хотел бы задать вопрос, который интересует граждан Республики Молдовы, проживающих на территории Российской Федерации. Сможем ли мы в эти новогодние праздники приехать домой к близким, не соблюдая режим самоизоляции двухнедельной, но в свою очередь предоставить отрицательный тест на ковид? Да, спасибо большое. Очень хороший вопрос. Я знаю, что у нас традиция перед новогодними праздниками возвращаться домой, к родителям. Неважно, где мы находимся, в Италии или в России. Но это наша традиция. Сможем или нет вернуться без какого-то карантина дополнительного? И самое важное, сможем ли после этого обратно в Россию въехать? Я вам обещаю, что после 15 ноября, в случае моего переизбрания, я смогу убедить моего коллегу, моего друга, руководства России, Путина, чтобы сделали исключение для граждан Республики Молдов. Для всех граждан и для студентов, которые сейчас должны вернуться туда. Мы не такая большая страна. Речь идет о нескольких сот тысяч человек. Поэтому я вам обещаю, на следующей неделе, после 15 ноября, наверняка у меня будет разговор с Путиным. Наверняка я смогу эту проблему решить. Если вы находитесь в России, есть еще одна проблема насчет амнистии для мигрантов и насчет патентов. Вы знаете, что мы стали наблюдателями в Евразес. Наверняка вы видели, слышали. А для стран Евразес, членов Евразес, не нужен патент для того, чтобы работать. Вот я вам обещаю, дорогие друзья, граждане Республики Молдова, которые работают в России, которые сейчас находятся в Российской Федерации, что я эту проблему решу. Вы знаете, что у меня хорошие отношения с руководством России. Поэтому я эту проблему решу и по патентам, и по амнистии, и потому, что была возможность вернуться в Молдову и выехать обратно. Вот мое обещание в качестве президента, и вы увидите, что мы сможем это сделать. Мы что-то вместе, вместе мы сделаем, справимся. Спасибо большое. Субтитры, господин и господин и господин и господин и господин, в городе маленькие. Почему мы нужны для этого, если никто не находится в России? Как я спросил на вопрос? Я вижу, что много новостей. Я слышал такие мнения, особенно на ртеке Румзачиков, в Харвард. Продолжение следует... Даже в России, в стране, который был в секунду, два года назад, у них три детей в саду, с открытой школы. Почему? Потому что за это началось. Но что означает, что в саду в саду? Это означает, что в саду пропадает. Мы начали с этим. Когда Майя Сандо открыл 111 школы, и 200 и что-то, они оптимизировали. И вот это 111 в саду, и 213 школы, реформации и оптимизации. И я у нас в районе. Что это означает? Это означает, что саду в саду в саду. Саду в саду в саду. Саду в саду не имеет никакого смысла, если это не в саду, а если это не в школе, то не в гражданство. И поэтому, в саду, в саду, в саду, в саду, не в саду, в саду, в первые четыре класса, для дороги гимназио. Пын на класса в новой. Требют, в саду, в саду. Требют это осаду. И астана и функция социала, в саду. Не трогай с экономизмем на это. А теперь экономизмем на эти шести. Мы начнем с бани на ОНГ, на организации ассоциальных неу guvernоментных, в существа. Суты миллиона, миллиарды лет в месяц. Мы берем кредиты и даем на капуги. Но мы начнем с школы. Что делать? Что делать? Не достигать 40 тысяч рублей в бюджетный, а на 40-50 тысяч рублей в школу? Марика не ехали в бюджетный, а если вы будете сходить в город, в автобусе, сколько стоит? Это и функция социала, и это должно быть осуществлено для государства. И это не зависит от того, что это стоит. Статус должен быть осуществленным. Это и моя позиция. Николай Николаевич, стоит ли ограничивать в избирательных правах жителей Приднестровья и Гагаузии, как это требуют сторонники вашего конкурента? Конечно, не надо этого делать. Конституция гарантирует всем гражданам Республики Молдова право избираться, чтобы за него кто-то голосовал, и право выбирать, то есть голосовать. Поэтому то, что пытались ограничивать право голоса для жителей Приднестровского региона, это категорически делать нельзя. Это уголовное дело. Я хочу призвать все граждане Республики Молдова и жителей Приднестровья тоже быть очень активными 15 ноября. Это не решается просто судьба, кто будет в Кишиневе. Мы решаем судьбу страны. И поверьте, от этого выбора зависит и судьба каждого жителя Приднестровского региона. Будет ли вас обзывать президент Молдовы сепаратистами или нет, вам решать. Не смотрите на тех, которые говорят, что будут блокировать. Мы обеспечим, правительство обеспечит, чтобы у вас была возможность голосовать. Я вас призываю всех. В Приднестровье 230 тысяч граждан Республики Молдова с правом голоса. Почему в странах Европейского Союза могут выйти на голосование 150 тысяч, проезжая сотни километров, а здесь вам проехать 5 километров, 10, 20, ну 30 максимум, не более. Вам нужно просто сесть в свою машину и проехать 30 километров максимум. А там есть и 5 километров. Выйти и проголосовать. От этого зависит и ваша судьба тоже. Поэтому я вас призываю, уважаемые жители, дорогие жители Приднестровья. Я вас прошу, чтобы вы вышли массово на выборы 15 ноября. От этого зависит наше общее будущее. И правого берега, и левого берега. Я никого никогда не называл сепаратистами. Я считаю, что мы вместе одна семья. Дружная семья, большая семья. И на левом, и на правом берегу. Да, мы прошли через 90-е. Тяжелый период. Глубокая рана. Глубокая рана. И для Кишнева, и для Террасполя. К сожалению, мы стреляли друг в друга. Я знаю эту боль. Но это прошлое. Конечно, никто не забывает прошлое. Мы это понимаем. Мы понимаем это прошлое. Но мы должны смотреть в будущее. Мы должны смотреть, что будет дальше. А дальше нам нужно жить вместе. Я вас очень прошу, подумайте об этом. И давайте выйдем вместе массово, так, как никогда не было. 15 ноября выйдем и скажем свое слово. Принципиально. От этого зависит очень много. И я уверен, что большинство, или очень многие из вас, прислушаются к этому призыву и выйдут на эти выборы. Спасибо большое. Перед каждыми выборами всплывает вопрос о так называемой унире. Политики Левого толка обещают не допустить объединения Молдовы с Румынией. А правые политики, наоборот, всячески поощряют эту тему или никак не высказываются против объединения с Румынией. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, идея объединения Молдовы с Румынией – это реальная проблема или надуманная? Спасибо. Я думаю, что это реальный риск. Знаете, за последние годы количество тех, которые выступают за объединение с Румынией, в Молдове существенно выросло. Если еще лет 15-20 назад, но в историческом плане это немного, было всего лишь 5-8-7%, сейчас более 25%. Почему это произошло? Потому что в Молдове украли миллиард долларов, коррупция, потому что люди не то, что хотят объединения с Румынией, просто им, знаете, от этой ситуации просто надоело. И когда люди чем-то недовольны, ищут какое-то другое решение. Вот представьте себе, что эта ситуация будет продолжаться. И на каком-то этапе сторонников ликвидации Молдовы и объединения с Румынией будет 40-50%, не дай бог. Что произойдет? Произойдет катастрофа. Для этого нужно менять Конституцию, чтобы запретить. У нас в Конституции прописано, что можно ликвидировать Молдову. Это нужно запрещать. Я в следующем году выйду с этими предложениями по изменению Конституции. Нужно запрещать партии, которые открыто выступают за ликвидацию Республики Молдова. Вы знаете, что я выходил с такой инициативы, я буду настаивать. Вот эти меры нужно принять срочно, не вчера, а позавчера, и не сегодня. Надо было принять еще 10 лет назад. Поэтому эта опасность, конечно, есть. У нас есть определенные гарантии. К примеру, Гагаузия имеет право на самоопределение. Если вдруг потеряем государственность, то Гагаузия может стать независимым. Все понимают, что если, не дай бог, кто-то пойдет в этот сценарий, то ситуация здесь просто взорвется. Юг, север, Приднестровье никогда на это не пойдет. Это будет гражданская война. Жесткая. И никто под Румын не пойдет. Большинство не пойдет. Несколько районов центральных, может быть, у нее низкие настроения. А так никто на это не пойдет. Но риск, конечно, есть. Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить в руководстве страны тех, которые открыто выступают за это. Вы знаете, что Майя Санду сказала на референдуме, что она будет, если был бы референдум, она будет голосовать за ликвидацию Молдовы, за объединение с Румынами. Ну что это за президент страны. Причем еще и гражданин другой страны. Поэтому риски есть, но мы этого не допустим. Спасибо большое. Игорь Николаевич, ваш конкурент выступает за ограничение русского языка в Молдове. В чем опасность такого отношения к русскому языку в нашей стране? Ну я видел, что Майя Санду начала, вспомнила, наверное, подняла учебники, которые нас запретила. Майя Санду вспомнила про русский язык. Она же тоже училась в советской школе так же, как и я. Сейчас очень умная стала, так называемая умная, в скобках, американка, европейская и так далее. Но она же жила здесь, в этой стране, она же училась в советской школе. Последние 4-5 лет она на русском языке не разговаривала. А сейчас она вспомнила про русский язык. Листовки делает на русском языке. Каждый день ролики. На этой неделе 2 или 3 ролика сделала на русском языке. То есть нужны ваши голоса, дорогие друзья. Раньше она про русский язык не знала, запрещала преподавание русского языка в школах, закрывала русские школы, а сейчас вспомнила. Почему? Она хочет вас обмануть. Вы знаете, я позицию свою не менял. Я за все эти 4 года и раньше, но во время президентства, я общался на двух языках, и на молдавском, и на русском. Единственный президент за все 29 лет, который на Генеральной Ассамблее ООН выступал и на молдавском, и на русском. И в прошлом году, и в этом. А в начале этого года на Парламентской Ассамблее Совета Европы тоже выступал и на русском языке. Я каждый год вас поздравляю и на молдавском, и на русском языке с Новым годом. Я не меняю позиции, как вот кто-то перевертыш сейчас вспомнил, что у нас в Молдове более 35% русскоязычные, а 80-90%, более 90% наших граждан разговаривает свободно по-русскому, на русском языке. Вспомнила. И сейчас начала говорить на русском языке. Ну это цинично, ну это свойственно Майсану. Это цинично. Запрещать русский язык в Молдове категорически нельзя. У русского языка особый статус. Языка межнационального общения. Я буду гарантировать, сделаю все возможное для того, чтобы дать право и гарантии каждому гражданину разговаривать на своем родном языке. Это моя принципиальная позиция. Я эту позицию не менял никогда и не поменяю в будущем. Спасибо. Можете обостриться ситуация в Приднестровье? Повлияет ли на них выборы и итоги голосования? Может ли поменяться ситуация? Конечно, может поменяться. Но когда тебя называют сепаратистами, Приднестровцев, ГГУЗов, что они должны сделать? Конечно, должны как минимум не быть согласны с этим. Вот мы за последние 20 с чем-то лет смогли обеспечить мир, спокойствие в Молдове. Представьте себе, что у власти такие националисты, политики, горе-политики, которые называют других граждан сепаратистами. К чему это приведет? Это приведет к дестабилизации. Я не хочу говорить о войне, но то, что будет неспокойно, это 100%. Поэтому мы должны ценить то, что мы имеем. Нам есть, что терять. Я хочу, чтобы все поняли, уважаемые друзья, дорогие сограждане, нам есть, что терять. У нас строятся дороги, у нас платятся зарплаты, пенсии вовремя. У нас мир, у нас спокойствие. Неужели мы готовы всем этим пожертвовать из-за каких-то иллюзий желтых? Ради какой-то желтой неожиданности рисковать всем этим? Давайте взвесим, поймем, что происходит. И если мы трезво, не эмоционально, а трезво все взвесим, я думаю, что мы можем избежать этого сценария. Спасибо. Николай Николаевич, все наслышаны о том, что НАТО желает заполучить под свой контроль авиабазу в Маркулештах и не только. Считаю, что присутствие иностранных войск на территории Республики Молдова неприемлемо. Надеюсь, что вам хватит сил и полномочий, чтобы не допустить этого. НАТО нам не надо. Вы знаете мою позицию. Я категорически против, чтобы Молдова стала пушечным мясом для НАТО против России. Я этого не допущу. Как президент страны, как гражданин этой страны, я сделаю все возможное, чтобы этого не было. И этого не будет. Я вам обещаю. Мы блокировали технику НАТО несколько лет назад, когда они хотели заехать на День Победы и поставить свою технику на 9 мая. Наши депутаты блокировали эту технику на подступах на границы. Я уверен, что если я выйду с призывом, десятки тысяч наших граждан просто разнесут все. Мы что, должны стать для кого-то пушечным мясом? Мы этого не допустим. Поэтому никакой военной базы, ни НАТО, ни других военной базы в Молдове не должно быть и не будет. Это моя принципиальная позиция. Мы нейтральная страна. Мы не будем воевать на чьей-то стороне. В гости приходить без проблем. Но использовать наших ребят, наших солдат, своих геополитических целей мы не позволим. Это наша принципиальная позиция. Это моя позиция. Я никогда эту позицию не поменяю. Спасибо. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Я офицер и ветеран Советской армии, прослуживший много лет за границей, Польшей и Германией. В Польше и Германии в Великую Отечественную войну погибли мои родственники. Как этот величайший праздник 9 мая можно переименовать в День Европы? Хотя всю Европу освобождал советский народ. До 9 мая. Тот, который не уважает свое прошлое, мечтит свою историю, не имеет будущего. Вот мои оппоненты, Майя Сандова, ее команда, считают, что мы не победители в Великой Отечественной войне. У меня, как и у большинства из вас, на этой войне воевали и погибали мои родственники. В каждой молдавской семье есть родственники, есть люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сотни тысяч молдаван воевали, а десятки тысяч погибли на поле войны. Этого не признавать, про это забыть, вместо 9 мая провести марш геев и лесбиянок на мемориале, категорически мы этого не допустим. 9 мая в Молдове был, есть и будет Днем Победы. И других вариантов мы даже не обсуждаем. Знаете, я помню, несколько лет назад я еще не был президентом Молдовы. Гимпу, был у нас, есть у нас такой персонаж в современной истории, вышел с инициативой в парламенте запретить георгиевские ленточки. Это был 2014 или 2015 год. И мы тогда, все депутаты-социалисты, все 25, это был 2015 год, мы пришли на заседание парламента с георгиевской ленточкой. Ну, конечно, они и орали с той стороны и так далее. Я почему это вспомнил сейчас? Это святое для нас, для каждой семьи. Не дай Бог, кто-то попытается на это постигнуть. Поднимемся все. Неважно, президент, не президент. Потому что на 9 мая, вне зависимости от идеологии, от политических цветов, на Марш Победы, на Бессмертный полк в Молдове выходят десятки, сотни, сто тысяч человек выходят обычно. Без того, чтобы кто-то их организовал. Люди выходят, потому что люди помнят, верят. И это в Молдове священно. Никто это не поменяет. А те, кто пытаются это сделать, это враги нашей страны. Это нужно сохранить и передать следующему поколению. Вот наши отцы смогли это сохранить и передать моему поколению, нашему поколению. Наша обязанность – это передать эти традиции, передать следующему поколению. Я не случайно на все эти митинги, марши прихожу со своими детьми. Я видел очень много молодых людей. Именно поэтому, чтобы люди видели, помнили и передали это дальше. Я уверен, что мы это сохраним. Вот эти маи, не маи. Это все пройдет. Конечно, рисковать не надо, но все это мы сможем. Мы пройдем через это. А победа была, есть, останется. День победы 9 мая в Молдове останется. Это моя принципиальная позиция. Мы сделаем все возможное для этого. Спасибо большое. Есть еще вопросы? 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 Я надеюсь, что здесь есть отношения между дверьми, диаспора, не диаспора. Опять же, passoи-предבת. Алейки, трех. Но мы должны получить детьми. Мы пройможем у человека. А когда мы купим, мы не должны. Мы не assez необходим. Мы не садимся к мнению этого. Доброе утро! Продолжение следует... 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 Из-за пандемии. А мы открыли, мы не собираемся закрывать нашу границу. Алина Руссо, видем, иару, и армуты, 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 и армуты. Как вы говорите? Дома Руссо, дома Алина, я думаю, что эти самые попытки для оппонентства, для того, чтобы достабилизать ситуацию. Я не исключаю, что некоторые ошибки могут быть, но, в частности, а секциями, в отношения в частности, мембрия Лунии Европе. Мы видим, как мы организм, массив, экспортация легательного, с целью и армуты, для того, чтобы выгодно, для оппонента. Мы хотим, что-то, чтобы выиграть, по-найдому, чтобы выиграть, мы будем в записывать, и документ, в любом случае, какие-то сотни, у нас, которые уже, подготовлены, в любом случае, Мы будем фиксировать эти вещи. И мы будем делать документы для того, чтобы аннула решения в определенные секции, где будут организовать такие фрауды. Михаил Захария. Что вы думаете вы будете выходить на выбор? Какие ожидания вы будете? Все будет хорошо. Я думаю, что сегодня я думаю, что сегодня я еще раз приходу, потому что у меня есть еще одна эмиссия, сегодня на РТР, на Дома Голия. Сегодня я буду работать с этой эмиссией. Мы хотим, вернlege, сейчас б enchём sitä, туда к einem Elizabeth 고�piej вебинаре, Proseadt ранья, это фракaxis, славяне американская нашаken paü evitar четыртЫм сказал. Сегодня я буду работать в ближайшее решение. Сегодня мы учимся, где мы funcionаем. И мы не закончимся, 습니까, мы находимся, хабини, asil quiet. Особись, Вы можете идти на решения, чтобы вовисти. И я думаю, что все будет хорошо. Поэтому, стимащие, которые сейчас мы привыкли, мы привыкли, омени, я хочу вас уважать на всю жизнь, и обойтись. Обойтись. Обойтись, когда вы решите, вы можете выбрать на дата 15 ноября. Я думаю, что вы можете сделать решение. Продолжение следует... У меня были ошибки. Но эти ошибки меня сделали более сильный. Я подготовился для любых бороться, ни кто проблем. Программа с плахотниукой, с пандемией, сечетой, я готова для любых проблем, и для любых проблем. Второй и последний mandат будет быть специальным. Я буду делать много хороших вещей. Но в этом году будет остаться в истории. Я вам помню, что мы будем делать много хороших вещей. Но для этого нужно продолжать активность в эфире, как мы сделали это. Я хочу вам спасибо за то, что в прошлом этой периоде вы были все время. И в этот формат. В этом году мы будем делать один раз. Ди когда мы ланим субтитры, мы будем продолжать этот формат. Мы будем продолжать и после дата 15. Продолжение следует... Ва интересует... Вае не ленистит. Я вау промит, что вы будете продолжать, альтернатурой, дамыне. Время, что вы урез, счастье, санатате, и не видя в душе, в доме, в доме, в доме. Вау, 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 вау. Продолжение следует...